Субтитры сделал DimaTorzok Но тут изменилось вообще переоснащение корабля У нас был он заточен под реген щита А сейчас я уже увиделся Даже если был бы у меня реген полторы тысячи регена щита в секунду То это бы мне не помогло Потому что даже и резисты в щит и мультифаска не спасают Когда под фокус попадает Сайбл Просто чувствуешь себя дырявым ведром И его убивает, он сыпется и просто рассыпается И никакого не получаешь от этого удовольствия Просто он умирает И ты на это смотришь и ничего не можешь с этим поделать И это на самом деле печально Поэтому я переделал его И сделал один энергоблок, два щита, три корпуса, два компьютера Поставил я калибратор утечек, ИМ-рассеиватель, разветвитель Гальванизированную броню, ребра жесткости Пассивку, горизонт и протоночку поставил Боевые модули я поставил Фотонный излучатель, бурю, червоточину и турельку плазменную Пушка у нас ореол И у нас, смотрите, я поставил переохлаждающие снаряды Если я поставлю сверхновую даже То, смотрите, у нас полный перегрев 6 секунд А если ставим переохлаждающие То у нас получается 15 секунд доставания У нас ореол будет не так греться Фактически в 2,5 раза Можно больше стрелять И это очень хорошие снаряды для ореола Ну и спецмодуль я тоже сделал себе под урон Просто, ну и 250 регинар щита У нас получилось в итоге Восстанавливаем мы щит 300 плюс 250 Если мы отпрыгнем, то мы даже там минуту-полторы Сильно не влезать в бой Он у нас все равно отрегенится И это нам ничего регенщита так и особо не даст Мы просто берем в чиповку Делаем себе, чтобы нам входящий урон Переобразовывался в энергию И у нас с энергией все порядком будет Если вы фотонкой так часто не пользуетесь Поставьте себе гравитационную линзу И вы можете себе поставить вместо пассивки Тогда тяжелую обшивку И у нас посмотрим Вот с тяжелой обшивкой 364 выживаемость Просто сумасшедшая Ну а с пассивкой конечно будет 300 Так что Смотрите в принципе и так и так будет хорошо Я вам хочу продемонстрировать Именно этот фит И давайте отправимся в бой Посмотрим, что же он представляет Себя в бою У нас стив боя контроль против меня кинула по рейтингу Шторм система Со мной Вулхед шторм Пишет он мне скорость Видимо, чтобы я взял Какой-то более скоростной корабль Извини, Вулхед Я показываю обзорчик на Сайбала Он полетел на А Видите, разведиком Быстренько сейчас заберет А, а С маяк Конечно, лучше было бы Если бы я более что-то скоростное взял И забрал маяк С Но Я его и так заберу Пусть и медленнее Но Зато потом уже пойду на центральный маяк Уже буду отбивать Потому что во вражеской команде Тоже есть эсминец Т4 И Нужно ему все-таки противостоять Как-то Забирая Вулхед Мне помогает Говорит Быстрее, быстрее Забирай Пошли туда на А Быстрее, быстрее Ладно, все Лечу, лечу Сейчас мы будем пробовать Нам эсминцы Нужно этого будет Прогнать С центрального маяка С нашего А, маяка Да, правильно С нашего маяка А не с ихнего И летим Летим Медленно Но верно Потихонечку Уже Видим Я Потомка уже притушил И начинаю Ореолом работать По эсминцу Он стоит Видимо Он уперся Как-то Маяк Что-ли Не может подвигаться Но это Мне и хорошо Буря летит Немного Левее от меня И это Не дало ему Особого дамага А сейчас Я бурю пущу И мы посмотрим Чья же буря Лучше влетает А я вот как раз Таки буря И попал в него Он Убежать Решил убежать Но здесь уже Все дружище Походу уже Ему здесь Придет Добрый вечер И Ну-ну-ну Фатоночка Еще летит Летит И все Потихонечку Есть Забили И центральный Маяк Мы будем Отхватывать И уже В центре Здесь Обоснуемся Нужно Построить Себе Дом Мы захватываем А маяк И видим У нас еще И Б Мы пытаемся Отхватить Но Б Наверное Не получится У них там Много Вражеских Кораблей И видим Щит у меня Нормально Регенится При всем При том Что у меня Спецмодуль Даже просто Стоит на скорость Так что Когда у меня Был фит Заточен Под реген Щита Это конечно Хорошо Больше Тысячи Реген Но все Таки Корпуса Было Намного Меньше И все равно При фокусе Этот реген Особо Не решает Да конечно Хорошо Отпрыгнул И можно Сразу Лететь в бой Но Прежде чем Вы долетите До вражеских Кораблей После отпрыжки На червоточе Если вы Отпрыгнули Нормально То у вас Щит от регенится Быстрее чем Вы до них Долетите Так что В принципе Смотрите Сейчас даже Вот я воюю С вражескими Перехватчиками Они тут Меня и Дестабилизаторами Всем пытаются Походцать Но у меня Щит не падает Щит регенится И Вполне Этого нормально Хватает Зато у меня И даже Если упадет Щит Я себя с Корпусом Нормально Буду чувствовать Так что Этот вариант Вполне Нормальный И фит Вполне Юзабельный Вот по мне Аномалька Как Влетела Это неплохо Мы крышечку Пытались забрать Но ее забрали Без меня Деза меня Фокусит Потихоньку И здесь Уже Начинаем Мы снова Перестрелочку Перестрелочку С эсминцем Кто кого Ну здесь У меня Уже Кпшка Падает У меня Под меня Фокус Неплохо Так ложится Ну и смотрите У него С самого начала Было намного Больше корпуса Чем у меня Со щитом Даже И я начинаю Побеждать Я вот Спецмодуль Переключил На урон Кидаю У него Фотоночки Ореолом Хорошо Работаю И видите Он уже Терпит Хотя У меня Работает И Деза И еще Там Кто-то Наверняка И я Его Вот Бью И Даже Сейчас На самом деле Наверное Я его Заберу Тоже Видите Все таки Фотоночка Хорошо Главное Попадать И немножко Наперед Стрелять И все Будет Вообще Чики Бомбоник Вот Фотоночка Завершающая Есть Ну и все таки Я фокуса Много Получаю На Червоточин Я сейчас Отлечу И Возможно Даже Я сейчас Выживу Здесь Видите Я одного Эсминца Забрал Второго Эсминца Забрал Но Здесь На меня Деза Работает Еще Эсминец Прилетел Тоже Сайбал Отомстить Видимо Решил Это Первого Которого Я убил Но Видим Неплохо Намного Лучше Я Успел Справиться С одним Успел Справиться С другим И Меня Уже Фокус Или Эсминец И Деза И Второй Эсминец Еще Подлетел Меня Бить То есть Я Отвлек Внимание Очень Хорошо У нас Видим Уже Даже Б Маяк Там Пытается Захватить Наши Так что Я Свою Работу Хорошо Выполнил И Это Конечно Радует На самом деле Это У меня Бой Был Тестовый Я Чиповку Не Видим Я Здесь Немного По Энергии Проседаю Но За счет Своей Пассивки Все таки У меня Хватает На Фотонку Чтобы Фотонка Работать Если Вы Видите Что Эсминец Движется Да Упреждение Когда Идет То Немного Еще Наперед Кидайте Фотонку И Она Будет Отлично Попадать Это Как Известно Фотонку Если Вы Можете Нормально Накидывать Ореолом Тем более Под спец модулем Который Дает Еще 20% Урона Враг Будет Просто Терпеть И Будет Просто Влетать В него Ореол И ему Будет Очень Дискомфортно И Печально Но Мы Тем временем Подлетели К Нашему Центральному Маяку Снова Отстаивать Центр И Смотрим Что У нас Здесь Происходит По Кому Сразу Начиная Работать По Эсминцу Все Таки Если Я Эсминцев Нормально Буду Оттеснять То У меня Буря Буря Влетает Если Буду Нормально Оттеснять То Вот Еще Подтоночка Смотрите Командничка Влетела И Убила Его И Тем Временем Начинаю Еще И Дальше По Эсминцу Работать То Командника Я Уже Притушил И Эсминец Видимо Он Терпит Терпит И Я Не Знаю Он Уже Наверное Не Убежит Отсюда Куда То Он Далеко Загулял И Смотрим Смотрим Телочек Будет Или Нет Нет Ну Ничего Страшного По мне Дезаде Это Работает Я Не Вижу Но Я Увижу Увижу И Фотоночку И Награду Выпущу Дам Так Сказать Подарок Фотонный Ну И Лечу Лечу Я Снова К Смотреть Вон Видите Вражеские Свинцы Уже Парочку Есть Нужно Их Сдержать Конечно Убить Двоих Я Не знаю Получится Или Нет Это Будет Прям Сильно Шикарно Но Нужно Их Просто Хотя Б Сдержать Чтобы Они Не Двигались Не Выдвинулись И Смотрите Буря Снова Летит Вражеская Куда Мимо Рэб Меня Выключает И Работает На Которая Я Убежал Могла Мне Много Много Проблем Принести Но Тем Не Менем Увидим Одного Эсминца Не Стало Благодаря Мне И Фокус По Мне Конечно Сейчас Идет Жестокий Я Впитываю Урон Просто Как Губка Впитываю Впитываю Но Все Смотрят Что У меня Пол Корпуса Осталось Думает Это Сайбл Его Нужно Тушить Тушить И Притушивать А Видим Я Все Таки Еще Живой Выживаю Мне Нужно Добраться До Этого Строения До Мусора В Космосе Который Был И Видим Я Даже Спрятался Может Даже Выживу И Потихоньку Еще Накидываю В эсминца Не Даю Ему Нормально Жить Чтобы Он Не Подходил По Крайней Мере И Все Таки От Фокуса Я У меня Было Бы Просто Замечательно Хотя Б Пол Корпуса Мне Выхилить Где У нас Тут Есть Где Нибудь Инженер Вон Есть Есть Инженер Я Сейчас Как Раз Попробую Здесь Перехватчиков Пострелять Помешать Им Чтобы Они Маяк С Не Захватывали И Мне В принципе Моего Корпуса И Щита Хватит Чтобы Меня Не Убили Но Если Убили То Пришлось Все Силы Буквально Кинуть Которые Здесь Есть Так Что Я Здесь Тоже Пригожусь И Да Это Конечно Умерла Иллюзия Но Все равно Смотрите Здесь Как Много Всего Шторм Систем Летает Меня Хочет Убить Думает Это Жасайбл У него Чуть Чуть Корпуса Нужно Его Бить А у Меня То Корпус Ого Го И Я Еще Буду Жить Жить Но Меня Подхиливает Это Меня Тоже Немаловажный Такой Фактор Это Тоже Очень Хорошо Я Особо Конечно Здесь Не Попаду Пытаюсь Потоночкой Выцелить Него Но Шторм Систем Это Тоже Конечно Паренек Не Прямолет Далеко И Хороший Игрок По нему Попасть Еще Попробую Попасть Я Конечно Пробую Но Получается Не Получается Не Знаю Турелечки Все Мне Выбили Корпуса Становится Все Меньше И Таки Ковыряет Ковыряет Меня Смотрите Совсем Уж Немножко Осталось Вообще Чуть И Инженер Меня Просто Спасать Сейчас Должен Инженер Ты Где Вот Он Вот Он Инженер Меня Подхиливает И Смотрите У меня Корпус Как Увеличивается Хорошо И Уже Меня Попробуй Убей Конечно Ну Шторм Систему Стоит Отдать Должно И Он Не Сдается Пытается Убить Меня Но Тут Инженер Меня Спас Вообще Красавелла Спасибо Огромное И У нас Победа Видим Пока Я Отвлекал Легких Перехватчиков Чтобы Они Захватили Маяк У них Не Получилось Но У нас И На самом Деле С первого Второго Захода Когда Я Защитил Наш Маяк Защитил Ад Эсминца У нас Более Легкие Корабли Смогли Нормально Расправиться С маяками У нас 2000 Эффективности Немного Немало Но Для Сайбала Вполне Нормальный Вариант Так что Вот такой У нас Сайбал Крепенький С корпусом С вами Был Вандер Вам понравился Фит Ставим Лайк Подписываемся На канал Всем Пока